На сейчас, конечно, я все-таки надеюсь, что слушают трейдеры с разным опытом, потому что, как правило, к психологическому фактору приходят трейдеры уже, когда потеряли ни один депозит, когда столкнулись с не очень приятным эмоциональным состоянием на фоне потерь. И только тогда вы понимаете, что не знания, которых вы так напитывали, всегда и в YouTube, и везде все соцмедиа, а именно ваша внутренняя сторона, именно ваши психологические составляющие вам все-таки блокируют. Как эти блоки? Я уверена, что вы уже знакомы с этими барьерами, независимо, сколько времени вы в трейдинге, кто-то, в принципе, на начальном этапе уже сталкивается с тем, что вы не можете либо входить в сделку, либо вы не можете торговать на реальном счете, либо не можете повышать свои объемы, потому что после объема вы откатываете на некую свою стартовую позицию. И другой момент, это когда касается уже более опытных трейдеров, потому что, поверьте, на рынке теряют все и теряют разные суммы, и для каждого из трейдеров всегда будет свое много денег, потому что кто-то потеряет 200 долларов и потеряет сознание, кто-то потеряет 200 тысяч за одну сделку долларов и, в принципе, скажет, ну ничего, окей, идем дальше. То есть у каждого из вас есть, скажем так, свой внутренний стейджен, да, как трейдера и ваши личные возможности. И я вам скажу из своего опыта, что когда работаешь именно с трейдерами, да, разбирая бессознательные процессы, потому что вами все-таки управляют бессознательные процессы, как бы вы не закрывались. Я просто сейчас проговорю, какие именно моменты, что больше уже отслежено именно из практического опыта. То есть это не… Я вам рассказываю, всегда рассказываю, да, и мои эфиры в Инстаграм, это всегда я вам рассказываю из практического опыта, а не то, что пишут в книжках, потому что то, что, скажем так, ваша личная история в книжке не написана. Ваша личная история часто вы не знаете вы сами. Поэтому я вам, конечно, рекомендую делать себе пометки, слушать, что откликается в процессе моего выступления, потому что то, что вам откликается, у вас пойдет узнавание, даже если вы будете чувствовать в какой-то момент сопротивление какой-то информации. Для вас это важный знак, что, скорее всего, на этом не стоит как раз именно обратить внимание. Поэтому я сейчас, наверное, хочу все-таки на чат переключиться. Если… Сколько посмотрю, сколько у нас сейчас зрителей, и, пожалуйста, поделитесь хотя бы цифрами, напишите. Сколько вы в трейдинге, какой у вас опыт, чтобы я понимала аудиторию. И теперь смотрите, на что, скажем так, это, знаете, уже из опыта, что больше всего срабатывает, какие барьеры, что именно может на вас больше всего повлиять, вот я говорю, в какие периоды вам тоже стоит обращать на себя внимание. Во-первых, что, конечно же, есть, знаете, такие, ну, скажем так, скрытые барьеры, потому что вы можете, с одной стороны, желать денег, желать состояться. У вас, у каждого на трейдинге есть очень большие, скорее всего, надежды и ожидания. Как раз эти все надежды и ожидания, особенно если они построены на решении финансовых вопросов, конечно же, вас будут зажимать в рамке. Вам не будут давать кислорода, даже понять, почувствовать рынок. И, как правило, все начинающие трейдеры, вы себя вспомните, даже независимо, сколько у вас опыта, да, то есть кто его 3, у кого 5 лет, то есть помните, да, свое начало, как вы, да, впитывали эту всю информацию, как вы захлеб изучали видео, книги читали, разбирали. И, конечно же, мало кто обращал внимание на свое эмоциональное состояние, потому что вам очень сильно быстро хотелось заработать денег. Но уже из своего, да, опыта вы уже знаете, что трейдинг – это не сиюминутное удовольствие. То есть это та карьера, которая работает на перспективу. Но не все готовы выделить этот запас времени, дать себе запас кислорода, чтобы понять, что на рынке работает на вас, какой инструмент вам понятен, какая торговая формация, какой временный таймфрейм, какой именно стиль торговли по вашему психотипу. То есть вы это часто не замечаете. И, как правило, когда самый первый барьер – это когда я уже замечаю, когда есть финансовые вопросы, которые нужно очень быстро решить. Тогда вам нужно быстро открывать сделки, вам нужно быстро заработать много денег для того, чтобы… Вот если у вас сейчас откликается тот момент, и даже вспомните, в принципе, свои мотивы в трейдинге, почему, в принципе, вы в трейдинге пришли, что стало мотивом, какие события происходили в вашей жизни. То есть, скорее всего, у многих из вас кто-то пришел просто попробовать, подойдет ли мне, а потом увлекся, потому что трейдинг привлекает. Я всегда говорю, что в трейдинге не будет случайных трейдеров, потому что у вас всегда происходит некая бессознательная узнаваемость в своей индустрии. То есть для вас это тоже важный знак. Почему я замечаю тоже, как часто есть очень способный трейдер, из-за нежелания разобраться в своем психологическом факторе, ставит крест на той карьере, где они могли реально бы состояться. Потому что, я говорю, вы случайно сюда не пришли, у вас происходит узнаваемость. То есть эта индустрия вам нужна. И как раз, что вы много о себе узнали благодаря трейдингу, да, вы узнали о своих страхах, вы узнали о своих комплексах, даже независимо, особенно это касается тех трейдеров, которые уже зарабатывали помимо трейдинга, да, у кого-то есть свой бизнес. То есть вы понимаете, что там вы можете деньги зарабатывать, уже есть определенный доход. Но в трейдинге вы столкнетесь все равно с тем, что вы пройдете через потери. Особенно если у нас сегодня есть трейдеры, которые совмещают бизнес и трейдинг, то часто они стартуют с очень больших сумм сразу. Если те, кто работают, ну скажем так, обычно, да, работают, совмещаясь с трейдингом, они очень аккуратно могут торговать. А те, кто предприниматели, они часто стартуют с больших сумм, думая, что у них нет финансовых блоков. Но не тут-то было. Как раз тут вскроются все ваши внутренние демоны. Поэтому я говорю, на это стоит обратить внимание, особенно когда вы понимаете, да, ваш мотив, в принципе, почему вы пришли в трейдинг. Второй момент, когда у вас есть, знаете, вот сейчас, честно, когда начинаешь разбирать, и ты просто видишь, как человек саботирует весь торговый процесс, вот просто саботирует, то он уснет перед тем, как открывать позицию, то он куда-то отлучится, то он начнет просто сидеть на заборе, наблюдать, как сделка уходит без него. И вот там как раз вот особенно кому из вас откликается, кстати, вы просто ставите такие-то маркеры-плюсики, что кто себя узнает в этой позиции, то есть ты просто смотришь, что человек просто начинает вводить себя от своего прогресса, да, уходя в прогресс, скажем так, в трейдинге. То есть и у каждого из вас в этот момент, а я уверена, что наши зрители сегодня, каждый сталкивался именно с саботажем в трейдинге, когда вы понимаете, что вы действительно саботируете свой процесс, то вам важно тоже обращать внимание, почему. Почему вам невыгодно вырасти в деньгах, почему вам невыгодно поменять качество своей жизни, почему вам невыгодно вообще менять свое окружение. И, кстати, когда вот у меня был тоже на прошлой неделе эфиром в клубе Картель, именно в Инстаграм, мы как раз тоже разбирали эту тему, да, как раз почему я говорю, что есть такая доскрытая позиция, именно контролирующего в трейдинге, которому очень важна предсказуемость, очень важна узнаваемость и очень важна, чтобы завтрашний день был понятен, да, то есть очень важна стабильность. Многие из вас столкнулись с тем, что трейдинг вам не дает стабильности. И если у вас, скажем так, есть страх потерять стабильность, потерять почву под ногами, то вам стоит тоже обратить внимание на фоне каких событий у вас возникла нарушенная безопасность внутренняя. Потому что часто люди, которые не совсем уверены в себе, часто те, которые каким-то образом, да, не чувствуют свой внутренний стержень, то есть им важна почва под ногами, то почва, которая не дает трейдинг. И многих из вас это пугает. И вы будете понимать, что вы избегаете торговли, избегаете роста для того, чтобы вернуться в свою стабильность, в свою безопасность. То есть вам нужна предсказуемость, вам нужен знакомый круг общения, потому что вам нужно, чтобы вы все контролировали, чтобы вам все было знакомо. Поэтому, говорю, часто вы ломаете, боретесь с рынком, чтобы он был, скажем так, предсказуем и лично вам. И рынок вас учит гибкости, да, рынок вас учит пластичности. Но многие из вас тоже не готовы это принять. И из-за того, что вы не обращаете внимания на свои психологические процессы, почему так происходит, да, почему вы в некой статичной внутренней, да, такой позиции, когда вы не можете подстраиваться под разные фазы рынка. То есть вам на это стоит обратить внимание, почему на фоне чего у меня возникла такая зажатая позиция внутри, почему я не разрешаю себе дышать свободно, да, кислородом, да, почему я не разрешаю себе быть гибким. То есть я говорю, что у вас часто будет страх неизвестности, а мы всегда находимся в неизвестности. Каждый наш новый день, он полу неизвестности, понимаете, но многие из вас, я говорю, этого боятся. И почему-то вы очень сильно потом это переносите в трейдинг. Вы стараетесь тоже его как-то предугадать, стараетесь его как-то куда-то направить. Это не получается. У вас активируются в это время тогда ваши внутренние комплексы. Вы снова понимаете, что с вами что-то не так. То есть, ребята, поймите, что я в который раз всегда доношу вам, что вами всегда будут управлять ваши внутренние, ваши бессознательные процессы, ваша внутренняя база. Как бы вы не убегали от себя, как бы вы не прятались в рынок или куда-нибудь, то есть вы везде всегда прячетесь, всё равно произойдут события, во время которых вам придётся развернуться навстречу самому себе. Вам придётся разобраться с тем, что у вас происходит в вашем внутреннем мире. От этого вы никак не избежите. И на самом деле я уже тоже замечаю, что это категория трейдеров, которых теряют большие суммы. Знаете, уже кто мне в директ просто пишет, уже делится своими историей, потому что меня не сильно активно комментируют в Инстаграм, чтобы никто не узнал, что у него есть психологические проблемы. Да, не догадываются, что у меня психолога, в принципе, все с проблемами. Ну, у всех с проблемами. У каждого из нас есть свои проблемы, но вы почему-то этого стесняетесь, чтобы никто не узнал, вас не рассекретил. Особенно те трейдеры, которые управляют финансами чужими. И тоже помните, кстати, вам на заметку, что психологические прокачанные управляющие гораздо привлекательнее для инвесторов, чем трейдеры, которые не умеют управлять своим эмоциональным состоянием. И это уже я тоже не раз слышала о тех людей, которые дают деньги в управление, что они больше таким трейдерам доверят. Поэтому то, что вы хотя бы сейчас слушаете, это уже хорошо. Вы, по крайней мере, на шаг к своему какому-то внутреннему познанию. Потому что, я говорю, вы пытаетесь часто понять рынок, не понимая себя. И от этого есть проблема. Второй момент, на что обратить внимание, то, что многих из вас, почему у вас появляются некие карусели такие, почему вы как на американских горках, то вы растете, то теряете. Часто от непонимания, что с вами происходит, вы опять уходите в самообичевание, вы уходите снова в подавленную позицию, часто потому что ваши цели ложные, да, вы четко не понимаете. Вообще, я говорю, да, почему я вас там вначале спросила, ваш, в принципе, мотив изначально, что вас привело в трейдинг, да, что стало таким ключевым решением заняться. Это нелегкая индустрия. И когда у вас есть цели ложные, вы, честно, часто даже не понимаете, в принципе, что вы делаете на рынке. Потому что вы даже не понимаете, от чего вы пришли. Кто-то пришел кому-то что-то доказать. Кто-то пришел, потому что бизнес уже себя изживает, либо уже задохнулся в общении с социумом. То есть, ребята, смотрите, когда вы прячетесь в трейдинг, осознайте тот момент, что, повторю, знакомство с собой, оно произойдет так или иначе. Понимаете? Потому что когда вы находитесь с взрослой, зрелой, ответственной позицией, вы не конкурируете ни с кем, вы никому ничего не доказываете, вы не закрываетесь от общения с людьми. Потому что если вы это делаете, то, скорее всего, у вас есть внутренние причины на это. И эти внутренние причины вас уводят как раз в закрытую позицию. Понимаете? Внутреннюю, закрытую, когда вы не разрешаете себя чувствовать, когда вам проще, чтобы эти эмоции у вас не включались, когда вам проще быть в позиции робота. Но вы сталкиваетесь каждый раз, вы все равно торгуете на эмоциях. Когда вы торгуете на эмоциях? Когда сделка идет не по вашему сценарию. Когда вы планировали одно на предрынке, когда, да, был рынок неактивен. Потом она развернулась и пошла не туда, куда вы планировали, и вы сразу теряетесь. Вот вам важно на такие моменты обращать внимание. Почему я трейдерам рекомендую замерять свои эмоции, давать им обозначения, четко их называть. Не просто мне некомфортно, а что это значит некомфортно. Как я себя на самом деле чувствую, в какой момент я себя так чувствую. То есть на это тоже стоит обращать внимание. И самое главное, когда у вас что-то не получается, при этом у вас уже есть опыт, вы уже умеете понимать, читать рынок. Не прячьтесь снова в новые знания, не оточьтесь в старые. Потому что, я говорю, из-за того, что вы снова прочувствовали какой-то внутренний дискомфорт, не получается, не получили ожидаемых результатов от своей торговой системы, над которой вы работаете, да, не один год. Всё, значит, я снова ещё что-то не знаю. Вы всегда будете что-то не знать, потому что вы всегда будете именно в процессе, скажем так, своего становления. То есть это нормально. Поэтому, смотрите, ещё важный момент. Да, сейчас хочу посмотреть, что у нас. Смотрите, ещё тоже важный момент, на что вам стоит обращать внимание. Когда возникают очень сильные барьеры, да, которые мешают вам расти тоже финансово, и вы словно проваливаетесь. На самом деле, иногда вы прочувствуете, что у вашей жизни полное дно. Вот просто дно, оно причём будет по всем сферам, не только в трейдинге. Это всегда происходит, тут я уже это подмечена, как раз да, в ваши кризисные периоды, да, в переходные периоды, в ваши семилетки. То есть в вашей, понимаете, а кризисные периоды, они в принципе под собой подразумевают финансовые потери. Они, в принципе, подразумевают переоценку своих ценностей, переосмысление, знакомство с собой, да, для того, чтобы вы что-то в себе важное активировали. Но из-за того, что вы снова закрываетесь, вы снова не хотите, а, кстати, вот именно сопротивление внутренней работы над собой, оно, поверьте, очень сильно заметно, особенно когда ты начинаешь психологически, да, уже разбирать эти проблемы. Я очень рада тому, что я хорошо вижу защиты. То есть для меня в виде защиты, особенно время консультации, я уже вижу по всём, по мимике, по жестам, по интонации, по телодвижению, по то, насколько, как мне дают информацию, насколько базирована, какая тема, да, закрывается, какая активна. То есть это всё считывается очень сильно, ваши внутренние защиты. Ты понимаешь, да, что человек от чего, от какой болевой точки до внутренней, он уже начинает закрываться. То есть поэтому, если вы хотите всё-таки быть в реализации, если вы всё-таки планируете работать в долгую, в трейдинге, обязательно обращайте внимание на своё внутреннее состояние. В какой момент вы чувствуете, вы начинаете, скажем так, пробуксовывать, вы начинаете финансово возвращать деньги в рынок, чего вы на самом деле боитесь. Кто-то из вас из-за своих внутренних комплексов почему-то считает, что вы недостойны какой-то другой жизни, что вы недостойны быть в другом окружении. Кто-то боится из-за того, что ваше окружение поменяется вот этой серии до такого контролёра, которому нужно, чтобы было всё знакомо. Потому что как по-новому вы не знаете, вы не умеете. Вы не умеете активировать свои внутренние процессы для того, чтобы они, скажем так, их применять вообще в жизни. У вас внутренних рычагов взаимодействия просто нету. И вы тогда начинаете теряться, вы начинаете паниковать. И вы тогда начинаете уходить вообще не в свои позиции. Так, кто-то пишет, трейдинг снимает шкуру, выворачивает наизнанку, выпуская всех демонов наружу. Именно так происходит. И вы с этим тоже сталкиваетесь, вам тоже это знакомо. Смотрите, особенно говорю, кто находится в кризисных периодах. И, кстати, ложные цели тоже строятся, когда вы принимаете решение как раз в кризисный период заняться трейдингом. Потому что у вас изначально кризисный период подразумевает дезориентацию внутреннюю. То есть вы чётко не понимаете. И вы тогда, наверное, попробую трейдинг. Наверное, попробую это. Наверное, это попробую. То есть из-за того, что вы не нащупали внутреннюю почву, вы стараетесь это нащупать, да, вот именно так, скажем так, извне. Поэтому и когда вы ещё в кризисном периоде, да, в взрослом кризисе вы находитесь, почему я говорю, это уже под собой подразумевает некое разрушение тотальной жизни, предательства, измены. И, кстати, у меня тоже как раз, когда я в клубе «Картель Эфир» проводила, мне тоже написали, да, по поводу развода, как именно развод, да, тоже оказывает влияние. Особенно говорю, там ещё вопрос, кто на развод, да, подаёт. Потому что, когда, если вдруг, да, супруга подаёт на развод и мужская самооценка страдает, вы потом идёте отыгрываться. И, кстати, вы заметите, что ваши большие потери, тоже говорю, почему вам важно ввести психологический дневник трейдера, чтобы вы фиксировали. Когда вы больше всего теряете, анализируйте, делайте эту связку, а что происходило на внешнем фоне, что происходило, что я перенёс в трейдинг, что я сейчас пыталась трейдингом компенсировать, потому что, если у вас были разводы, потери, кто-то из близких из жизни ушёл, то есть, я замечаю, тоже часто эти связки идут, которые сопровождают у трейдера. То есть, понимаете, когда вы что-то потеряли значимое для вас в жизни, и тут есть реализация, да, тут есть деньги, и вы стараетесь, казалось бы, компенсировать деньгами какое-то своё подавленное состояние. Почему вы делаете это именно с помощью денег? Почему многие из вас в трейдинге нашли, да, как Эврика, да, то, что я искал, то есть, сейчас я этим всё исправлю? Потому что, если вы просто на самом деле себя проанализируете, почему многим из вас деньги дают, спокойствие, уверенность, да, какое-то состояние безопасности тоже многим вам деньги дают? Почему так происходит? Потому что в какой-то период времени, и если вы сейчас не будете закрываться, а всё-таки уходить в свои воспоминания, скорее всего, у вас были такие не очень хорошие моменты в вашей жизни, и когда вы получали деньги, вы себя как чувствовали? Хорошо. Деньги пришли, я себя чувствую хорошо. Деньги ушли, я себя чувствую плохо. Как ваши сейчас, да, позиции в рынке? Получил профит, чувствую себя хорошо. Получил стоп, чувствую себя плохо. Хотя, понимаете, вот это состояние, оно очень идентично. Я говорю, вы в трейдинге не можете реагировать по-другому, как вы реагируете в своей повседневной жизни. Вот вы на деньги реагируете точно так же. Если вы в жизни, скажем так, прижимаете деньги, да, у вас вот всё должно быть там, экономия, то есть всё прижимаете, вы заметите, что вы будете прижиматься и в рынке. Вы не будете разрешать себе повышать объёмы, вы будете там на минимальных, минимальный стоп, да, минимальный риск. То есть вы будете понимать, что вы прижимаетесь. То есть вот вам важно, когда вы анализируете себя, вы анализируете вообще своё поведение, взаимоотношения с деньгами в рынке. И обязательно анализируйте. когда мы берём сферу, когда карьера, реализация, то есть проявление себя, заявление о себе, вам важно понимать, а вы готовы к этому? Вот я готов перейти вообще на другой уровень жизни. Если не готов, то почему? Вообще возьмите, всегда берите под анализ, какую модель проявления себя вы взяли из своей родовой системы. Вас нам поддерживали или ограничивали? Наказывали или хвалили? То есть вот эти моменты, насколько вам разрешали вообще своё мнение проявить? Потому что многие из вас очень способны. Но из-за того, что вы боитесь реакции других людей, потому что ваша самооценка часто подвязана на реакции других людей, вы будете бояться себя заявлять. И это тоже очень большой страх реализации. Это очень большой страх расти в финансах. Даже если вы будете очень способны, да если вы будете просто тонны информации в голове, вы её не используете касательно трейдинга. Вы её просто не используете. Вы неосознанно просто будете, обладая знаниями, систематически сливать деньги в рынок. Назад их будете возвращать. Почему? А потому что есть бессознательная причина не переходить на другой уровень. Если мы возьмём трейдеров-предпринимателей, часто тоже приходят сюда для того, общаясь с такими трейдерами, первая, как обычно, первая фраза, Наталья, я так устала от людей, я так устала от их безответственности, от того, что на них нельзя положиться, никому нельзя доверять. И ты сразу, когда тебе человек расскажет, ты сразу слышишь, как он тебе кричит о своих внутренних проблемах, потому что там проблемы с доверием людьми, там прожитое сразу наглядное травма предательства, и там проблемы с доверием, то есть и отсюда идёт трудоголизм, когда вы просто истощаетесь, и потом, я говорю, вы стараетесь дать трейдинг, что он вам даст свободу. Он вам не даст свободу, и пока вы не свободны внутри. Вы всё равно будете торговать, развиваться, оглядываясь на своё прошлое, на опыт своего прошлого. Понимаете, насколько тот груз, которым вы пришли в трейдинг, насколько он тяжёлый, насколько он вас блокирует. Вы всё равно будете через своё эмоциональное состояние, почему вы так боитесь эмоций, почему вы даже боитесь входов. Потому что, когда вы входите в сделку, особенно после серии убыточных сделок, и вы уже ждёте не заработать, вы уже боитесь, чтобы не потерять, вы фокусируетесь лишь бы не стоп. Вы не смотрите на то, будет, нет, системно, вы уже на это не смотрите, потому что у вас пошла доцепная реакция, которую вы переносите. И вы боитесь своё эмоциональное состояние, которое возникает во время убытка. Потому что ваше эмоциональное состояние подтянет за собой вашу всю историю. И даже когда уже персонально работаешь, знаете, когда, ну тем более работаешь с бессознательным, да, через образы, мне нравится язык образов, мы всегда уходим в детский сценарий. Всегда. Просто, да, по стечению ваших возрастных периодов, ваше возрастление идёт наслоение. И тоже интересно наблюдать, как эти связки работают, как они вас блокируют. Поэтому я говорю, если вы закрываетесь от изучения себя, вы делаете очень большую ошибку, потому что вы познакомитесь с собой, но только уже на фоне не очень хороших, приятных событий, как правило, очень болезненными, да, эмоциональными. Поэтому, ребята, обращайте на это внимание. Второй ещё важный момент, что я бы хотела вам проговорить, что тоже может блокировать вашу реализацию, это когда вы энергетически на нулевом исходе, скажем так. Вот у вас просто нет сил. Особенно не важно, совмещайте работу и трейдинг, совмещайте бизнес и трейдинг. Не важно. Важно то, насколько вы энергетически израсходованы уже до того, как вы садитесь за торговый терминал. Потому что если у вас нет энергии, у вас нет денег. Понимаете? У вас просто, вы их неосознанно будете сливать, потому что трейдинг сам по себе — это стрессовая индустрия, которая забирает очень много энергии. Если вы перед этим уже себя износили энергетически, выполняя большой объём работы, особенно это когда ещё вы головой доработаете, то есть умственная, потому что умственная работа очень сильно истощает, трейдинг сам по себе тоже умственная работа, вы истощены. И вы прочувствуете, что в трейдинге, когда вы уже сядете после истощения, вам просто захочется закрыть позицию, уже не важно, прибыльная она, убыточная, вы её просто закроете. Потому что вы поймёте, что я хочу просто закрыть и выдохнуть. Вы даже её не сможете ввести, даже если сделка будет перспективная, даже если она не дошла до своего потенциала. Вы её просто закройте, потому что для вас вашей энергии просто не хватит. И из-за этого вы будете истощены. При этом ваша бессознательная, всегда ваша психика, всегда связанная в контексте чего вы истощаетесь. Если это в контексте трейдинга, то вы просто будете выпускать входы. Вы будете смотреть на загоре, как либо раздавать свои торговые рекомендации другим трейдерам и наблюдать, как другие трейдеры на них зарабатывают. Вы будете просто наблюдать. Поэтому разбираться в себе мега важно. Мега важно понимать, что с вами происходит. Обязательно учитывайте внешние факторы, ваши личные отношения, семейные, вашу сексуальную жизнь, ваши финансовые трудности. Это всё на вас очень сильно влияет. И часто трейдеры мне говорят, как это изменить? Для начала хотя бы поймите, что с вами происходит. От того, что вы не разбираетесь, вы не понимаете своё эмоциональное состояние, вы начинаете придумывать себе диагнозы, придумывать проблемы. Потом вы идёте в YouTube, слушаете какие-то практики, и потом мне пишут, Наталья, я там сделала, но что-то мне хуже. Я же говорю, не знаю, что вы делали, и от чего, и чьи вы делали. Я не знаю. Поэтому я не стороння, когда вы просто открываете любые практики и на придуманный свой диагноз начинаете себе что-то сами исправлять. Поймите, что блоки ставятся очень легко. То есть вы можете открыть, просто послушать какие-то слова, у вас может подняться какой-то триггер с вашей историей, у вас закроется ваше бессознательное, и вы туда не доберётесь уже. А самостоятельно вы не доберётесь, потому что ваша психика работает на вас. И то, что у вас вызвало эмоциональный дискомфорт, от вас будет прятаться, вытесняется на уровень бессознательного. Но эмоционально фон остаётся. Поэтому не ставьте себе диагнозы. Для начала хотя бы возьмите свою жизнь под анализ, вообще свою сферу, свои мотивы, да, что стало мотивом. Ваши цели на трейдинг и цели эти связаны. Ваши цели. Либо вы хотите этими целями доказать, показать, что-то ещё сделать. То есть подвязаны на вас или на других людей. Потому что если вы подвязаны на других людей, вы будете очень сильно в рамках, вы будете сильно ограничены. Каждый свой шаг вы будете примерять и прогонять через призму. «Как меня примут? Окей или не окей? Или что мне надо ещё сделать, чтобы я была окей в чьих-то глазах?» То есть это у нас говорит про инфантильность, про комплексы, про несвободную уже позицию, да, потому что вы несвободны, вы не реализуете свой потенциал. Даже если у вас будут тонны с нами, повторюсь, вы не реализуете, потому что у вас есть внутренние рамки. А рамки всегда внутри вашей головы только. Не в мире, не в других людях, только в голове вашей рамки. Поэтому обязательно изучайте. Изучайте свои эмоции. Давайте им обозначение, да, чёткое. Не просто мне плохо, так я называю своё плохо. Что в это входит? В какой момент включается ваше плохо? На момент входа в позицию, либо на момент повышения объёма, либо на момент повышения роста вашего капитала, да, какая есть цифра для вас психологически критическая, финансовая, потому что, скорее всего, она подразумевает уже, да, переход на какой-то другой уровень, к которому вы не готовы. Поэтому, смотрите, деньги, говорю, теряют просто все. И предприниматели, потому что тоже происходит некая остановка, происходит потом разрушение бизнеса, потом вплоть до банкротства, потому что человек окунается, да, в своё внутреннее дно, которое, ну, вот в этом дне он с собой знакомится. Потому что есть, да, какая-то неготовность. У трейдеров, кстати, есть тоже свои такие выгоды. Не расти финансово. Почему? Потому что мне потом придётся оформлять, платить налоги. Я не готова. Вот вам элементарная причина не расти, чтобы не решать те вопросы, которые идут с приходом больших денег. Вот насколько вы готовы расти, насколько вы готовы уже, наверное, ну, к более такому взрослому, да, проявлению себя в мире, потому что это тоже неосознанно блокирует ваш рост. Поэтому обращайте, конечно, это внимание. Обращайте внимание, на каком возрастном периоде вы находитесь, насколько вы проживаете, что в вашей жизни происходит. Я говорю, что всегда берите под анализ все сферы вашей жизни, потому что они переносятся в трейдинг. Трейдинг у вас часто идёт либо как перенос, либо как компенсация, либо как замещение чего-то, но не реализация. И поэтому вы можете истощаться, вам может быть скучно, у вас может быть лень, да, какой-то уже не интерес, просто отторжение идёт от графика. Поэтому обязательно изучайте себя. И помните только про то, что вы случайно не пришли сюда. Вам трейдинг нужен. Вам трейдинг нужен не для вас, в первую очередь, как для личности, потому что он должен был подсветить то, что не подсвечено было в другой сфере. И вы неосознанно, да, то есть выбрали, почему я говорю, у вас произошла узнаваемость в своей индустрии. Но вам важны верные ориентиры, здоровые цели, здоровый внутренний настрой и независимость. От чужого мнения, от результатов других трейдеров, потому что часто вы смотрите, да, вас задевает, как вы на них реагируете. Вам нужна именно независимость, вам нужна, в первую очередь, внутренняя свобода. И только потом вы можете пойти в реализацию, да, в своём комфортном темпе. Потому что трейдинг — это работа в долгую, поскольку вы готовы в эту долгую быть.